А между тем наступил новый день и как вы уже заметили я за рулем, а значит мы куда-то едем. Давно вам обещал показать свой рабочий день, я собственно говоря это и хочу сделать, но давайте начнем немножко с другого. На последнем стриме я очень много говорил о том, что планирую, мечтаю, хочу приобрести себе коптер. И вот моя мечта сбылась, благодаря вашим комментариям, советам, донатам и вашей поддержке я взял коптер. И так случилось, что по работе мне появилась необходимость сделать несколько кадров с аэросъемки. И в общем это все вместе переплелось и получается сегодня вы узнаете как выглядит один из моих рабочих дней. Второе это опыт использования коптера новичком. Возможно от меня кто-то ждет рекламы, сразу говорю, никакой рекламы не будет, я не буду рассказывать о каких магазинах и так далее, потому что не в этом суть нашего ролика. Я думаю кто смотрит мой канал постоянно, уже наверное в курсе и видели, ну где-то мельком о том, что я сейчас занимаюсь тем, что помогаю компании реализовывать дома из клееного бруса и клееную продукцию. Сегодня я вам покажу эти дома, как они выглядят, расскажу сколько лет они уже стоят и какие косяки мы с вами на них увидим. Я постараюсь пролететь где-то снять близко, просто для того, чтобы расширить ваш кругозор. Вот и все. Ну а мне это надо по работе, поэтому совместим приятное с полезным. Ну все друзья, вперед! Итак, начнем с того, что квадрокоптер раскладывается вот такими вот движениями. Вначале у него вообще вот здесь наклейки, то есть что первое, что второе, это важно. Вот, следите за лопастями, чтобы они были нормальными. А, еще сразу скажу, включается он двумя нажатиями. Первым вы узнали количество заряда батарейки, вторым нажатием вы его включили. Первый раз, когда я его включал, я запарился, как его включить, как выключить. Потом вы снимаете защитный экран, он выглядит, кстати, вот так. И, в принципе, остается только откалибровать. Сразу интересные моменты, которые я заметил за время своих первых полетов. Пчелы реагируют на коптер каким-то своим интересным путем. Вот у меня даже остались остатки пчелы. То есть я летал на пасеке вечером, пчелы уже было немного, но, тем не менее, они начали нападать на коптер и лезть под винты. Он их немножко порубил. Классный еще момент, который мне тоже понравился именно в минике. 249 граммов, при том, что он не теряет в качестве съемки почти вообще нисколько. И 249 граммов дает вам возможность не регистрировать его нигде и не заявлять о том, что вы собираетесь где-то летать. Ну, кроме только хозяев этого дома, у которого вы решили пролететься, например. В остальном все. Ну, еще марки, но это как бы другой вопрос. Пойдемте попробуем. Сейчас откалибруем компас и вперед. Немножко нам будут мешать, но это не важно. Ладно. Включили коптер. Включаем пульт. Сейчас я быстренько его откалибрую. Это в разделе безопасность. Нам нужно откалибровать компас, потому что мы уехали более чем на 3 километра от последнего места полета. И он говорит, поверните дрон 360 градусов по горизонтали на уровне 1,5 метра. И теперь по вертикали на 360 мы его тоже поворачиваем. И у нас загорелся зеленый цвет. Компас откалиброван. Так, теперь убираем всякую отсюда тлю. Все кустики ненужные. У нас появилось 18 спутников. Желательно, чтобы их хотя бы было 9. Взлет разрешен. Можно взлетать. Включаем съемку сразу с самого начала. И полетели. Так, дальше я буду работать по радарам, поэтому можно, в принципе, пойти куда-то в тенек. Включаем режим Cinematic. И делаем съемочку дома. Позволяет снимать нам кинематографичные такие красивые кадры. Вот так выглядят дома из клееного бруса. Этот объект был построен в 2017 году из клееной сосны сечением 200 на 185. Как отмечают его жители, строение получилось очень уютным и теплым. Но и без минусов, конечно же, не обошлось. Вы можете видеть, как ведет себя сосна на южном фасаде. А ведь это ремерс, очень дорогая и качественная краска. Но смоленистость даже оптимизированной сосны оставляет желать лучшего. Это стало одной из основных причин, по которым в 2019 году компания полностью отказалась от производства домов из клееной сосны и переориентировалась на его величество благородный сибирский кедр. Поднимаемся выше. И есть еще один красивый кадр. О, люди пошли. Работники. Работники. Ну и все, возвращаемся на базу. В общем, процесс отснят. Чтобы посадить дрон, друзья, нужно подставить руку прямо вот по вот эти два датчика. Это единственное, что у дрона, собственно говоря, есть из интеллекта. Выводя руку именно под него, вы можете посадить на руку. Также можно его и запустить. Но для того, чтобы запустить дрон с руки, необходимо другой рукой зажать вот эти два стика на себя. После чего дрон запустится. Взлететь можно либо в автоматическом режиме, либо в режиме датчиком вверх. Вот. Теперь переворачиваем дрон и нажимаем два раза на диод. Вот и все. Дрон погас. Едем на другой объект. Слушайте, ну согласитесь, не работа, а мечта. Еще бы каждый день у меня заключался бы именно в такой работе. О, я бы был вообще счастливый человек. Ну, вот эти все дома, как я уже объяснил, построены из клееного бруса. Клееный брус у него большие плюсы в том, что он не садится, не трескается, его не коробит. Если взять прям верхушку деревянного домостроения, то клееный брус будет являться вот прям самой, самой верхней ступенью. Но, конечно же, из минусов я могу назвать цену, потому что стоит он недешево, но он оправдывает все свои финансовые затраты вот именно этими плюсами, которые неоспоримо выигрывают. Так что, если вы хотите деревянный дом, друзья, присмотритесь к этому материалу. Есть эконом, всякие разные варианты. То есть, сэкономить даже на клееном брусе есть где. Если вам интересно, я могу целый ролик об этом снять. Сегодня тема не об этом. Сегодня мы с вами тестируем коптер, осматриваем дома Белокурихи. Кстати, слева от меня находится знаменитый конный двор Новотырышкина. Здесь можно приехать, покататься на конях, погулять. Очень красиво. Храм во имя святителя Николая. Гостиница Алтайгрин. Сейчас мы будем ее летать. Для полетов выбираем самую оптимальную локацию. Чтобы никому не мешать, я думаю, это будет где-нибудь на пляже. Посмотрите, какой пирс. Это все у нас на Алтае. Поэтому, если есть желание, приезжайте. Я вам расскажу и покажу, где такие замечательные места и базы находятся. Так, а я, наверное, расположусь вон под тем зонтиком. Наверное, Катамаране было бы прикольнее, но мне будет неудобно летать. И оттуда-то мы и полетаем. Вон, да, вон того бассейна. Там площадка взлетная, классная. Короче, летать мы будем сегодня оттуда. Да, мы еще сейчас прям с воды на отель. Ой, как красиво. Потом я заряжу, и мне сегодня еще 4 объекта снять надо. Да, красиво. И рыба есть. Видно прям плавится. Ух ты, смотри. Там прям что-то прям. Да, вот сейчас с басика взлетим. Ну и как я уже говорил, раз мы отлетели на 3 километра, отъехали, значит, соответственно, надо опять откалиброваться. А вас я зафиксирую здесь под зонтиком, вам будет очень тут удобно и уютно. Включаем джойстик. Включаем коптер. Калибровочка. Сейчас загружу приложение и полечу, наверное, с воды. 65% батарейки нам хватит для того, чтобы, в принципе, тут облететься. Калибровать компас. Поверните дрон на 360 градусов. На уровне на высоте полтора метра. Повернули. Теперь по вертикали. Раз, два, три. И он нам сказал, что все в порядке, можете летать. Все, взлет разрешен. Ура, поехали. Сложу стики. И взлетаем. Так, теперь я иду под навес. Потому что мне здесь будет лучше видно все. Включаем съемочку. Пока пусть будет режим P. Это режим позиционирования. Он чуть побыстрее, но он не спортивный. И полетим над водой. Начнем оттуда. Давайте пролетим сейчас прям по пирсу. Да, с воды сейчас полетим. Будет очень красиво. Просто шикарно. 63% батарейки. Это хорошо. Разворачиваемся. Ласточки летают. Блин, не сбили бы нам коптер. Ласточки эти. А то будет печально. Так, визуально тоже коптер. Иногда лучше смотреть, где он находится. Так вы будете точно знать, что нет никакой лэб или каких-то больших деревьев. Пару слов о Алтайгрин. Отель окружен благоустроенными парками, качелями, беседками, широкой террасой, примыкающей к озеру. Имеется собственная вертолетная площадка. Надо отметить, что по результатам проверки аккредитованной организации ООО «Отель Эксперт» Парк отеля «Алтайгрин» присвоен на категорию 4 звезды. Ну а ваш гид по культурным объектам продолжает свой полет. Я еще не рассказывал вам про систему термального отопления отеля на основе теплового насоса. Но это позже, если вам это будет интересно. Включаем режим «Синематика». Он, во-первых, тратит меньше батарейки, а во-вторых, он делает офигенские просто кадры. Ну вы сейчас, собственно, на экране их все должны видеть. Я вам не показываю, какие... О, там даже вертолетная площадка, я даже не знал, что она есть. Жалко сегодня вся фасадная часть объекта в тени, но зато вид с озера обалденный. О, теряя сигнал, начинаю. Далеко улетел. Так, приближаюсь и немножко опускаюсь, и камеру опускаю. Класс! Вообще, очень удобно в «Синематике». У вас есть время на то, чтобы без проблем развернуть его, повернуть и так далее. И все это получается очень плавно. Обалдеть, как красиво! Так, 52% батарейки. Сейчас еще пролетим как-нибудь. Так, все ниже не опускаемся. Теперь делаем облет. Ниже уже не надо. Хотя можно чуть-чуть пониже. В принципе, я, наверное, ничего не задену. Все, 30%. Мы высадили батарейку, и пора садиться. Так, ну а мы с вами переезжаем на следующий объект. Не понял, почему у меня горит салонный свет. А, задняя дверь открыта. Точно. Это нормально. И пульт я оставил вон там. Это тоже нормально. А почему бы нет? Ну что, в номинации? В номинации «Кассипор» я сегодня имею определенное звание, наверное. Сейчас бы по пульту проехал. И съездили бы мы тогда с пользой в город-курорт Белокуриха. Слушайте, ласточки так реагируют на коптер. Прикольно. В кадрах будет несколько. Класс. Сейчас я поставил на зарядку батарейку. Наверное, я летал два объекта. Ну, минут 18-19-то было. Причем калибровка. Это тоже время. Подвес дергается, когда я еду на машине. Наверное, подвес с камерой все-таки надо защищать. Да? Так-то лучше. В общем, что сказать. Штука мне эта действительно понравилась. Для него пролететь между там каких-то крон деревьев, каких-то сложных участков вообще не составляет никакого труда. Единственный минус, который можно отметить у Мавика, это, ну, у Минника, это боязнь большого ветра. Когда дует хороший ветер, мне приходит сигнал о том, что срочно прекратите полеты, потому что вы можете не вернуться обратно. На канале YouTube вы очень легко найдете ролики, где реально Мавики улетали и не возвращались. Комбинация простая. Человек запускает ее по ветру, Мавик улетает. Приходит сообщение, что у вас осталось около 30% батарейки, срочно возвращайтесь. Пытается вернуться, а по ветру уже не успевает. У Мавика срабатывает режим самовозврата домой, он взлетает еще выше, и вы теряете связь, и больше его не находите. Единственный момент, который я сразу заметил, и прям вот вам скажу по поводу коптера, батарейки хватает ненадолго, и лучше брать комбо-комплект. Потому что действительно, если сейчас взять вот то, что идет в стандартном комплекте, то по сути, добирая комбо-комплект, вы тратите, ну, больше, намного, чем вы взяли бы сразу изначально комбо-комплект с тремя батарейками, с зарядником, с кейсом, со всеми делами. Другой вопрос, нужно ли вам это в принципе для ваших потребностей, это уже другое. Потому что, например, мне вот не нужна защита пропеллеров для того, чтобы это протискиваться среди узких, там, кустов, или как-то, ну, хотя, может, и буду. Так что комбик, наверное, был бы лучше. Планировал пять домов посмотреть сегодня, но, наверное, их будет больше. Сейчас позвонил вот ребятам, еще несколько адресов мне дали. Наверное, их тоже полетаем сегодня. Опять же, хватило бы батарейки, потому что сейчас прошло уже минут, наверное, 20. Вот она еще заряжается. Я думаю, что на адрес я поеду, когда у меня будет четвертая моргать. Это будет равно где-то, наверное, 70% заряда. Сейчас зарядится, долетаем объект, и потом у нас переезд на следующий объект. Я ее дозаряжу в этот момент. Ну, вообще, кадры получаются неплохие. Мне нравится. Опять же, благодарность вам, друзья, за то, что вы меня вообще подстрекаете на такие движения, на такие видеосъемки, сюжеты, сценарии и так далее. Мне очень это приятно. И, ну, это действительно заметно, как канал растет. Спасибо большое вам за огромную поддержку. Время ОМЧС прислал, что аномальная жаркая погода сохранится. А это, значит, пчелки еще принесут немножко. Время 11 часов. Мы отсняли два дома. Сейчас поедем снимать третий. Слушайте, он так-то, Белокуриха, красивый город. Мы еще не заехали в курортку, и сейчас мы вот в нее буквально заезжаем через каких-то там 200 метров. Я не знаю, кто здесь в Сибири живет. Наверное, в Белокурихе были очень многие. Очень, очень. А, тихо, дяденька, стойте. Все, проходите. И вот мы въезжаем в курортную зону. Тут у нас два объекта, но снимать я буду только один ресторан, который тоже был построен силами компании. Наверное, мне одному так кажется, что мой автомобиль как-то не вписывается в концепцию общую всех машин этого места. Они как минимум чистые. Ресторан был открыт 4 ноября 2017 года. В самом сердце курорта Белокуриха расположилось современное заведение, созданное по европейским дизайнерским стандартам и отвечающее требованиям мировой кухни. Одним словом, место, где можно отдохнуть от суеты и насладиться гармонией природы под любимые блюда или же устроить веселую встречу с друзьями. Так, ну еще один плюсик объект. В принципе, получилось неплохо, да? Напишите в комментариях, нравится, не нравится, круто, не круто. Спасибо заранее. Красавчик маленький домик, 110 квадратов. Прям малышка. Но очень даже красивый. Правда, мы с соседями не договаривались, можем ли тут мы полетать, но мы сделаем просто. Мы отъедем подальше и полетаем. На этом объекте на мой дрон снова напали пчелы. С земли то и дело слышал, как квадрокоптер с ними борется. Очень жалко было медовых тружениц. Да и винты на Mavic совсем не дешевые. Учитывайте это, когда летаете в зоне, где держат пчел. Ну и пользуясь случаем, ссылочка на зрелый медок от вашего сегодняшнего капитана беспилотного судна. Напишите в комментариях, нравится ли вам сегодняшний формат выпуска. Ну а своим репостом вы получите беспрецедентный заряд энергии от автора канала «Строй дом своими руками». Ну а теперь парочка слов про объект. Очень уютный дом. Три спальни, второй цвет, цокольный этаж. Расположенный в нем котельный. Быть честным, когда приезжал на объект во время его строительства, всегда посещала мысль. Вот столько квадратов мне в самый раз. Но возвращаясь в свой теремок, обратно восхищался своей квадратурой избушки. Вот такой я ветреный строитель. Только сейчас заметил, друзья, что на заднем фоне у меня висят джинсы. И, наверное, сегодня весь день вы их наблюдали в видосе. Мой гардероб – это машина. Лето у меня непредсказуемое. Сегодня я ездил в другой город совершенно. Завтра я, может быть, умчу на пасеку и так далее. Ну, сами понимаете, такая жизнь. Ну и еще один своевременно назревший у вас вопрос. А что же ты такого делаешь в компании, если ты вот так занимаешься любимым делом? Все просто. Я помогаю директору реализовывать качественные, красивые, замечательные дома, которые вы сегодня увидели и еще увидите на своих экранах. Вот такие домики мы изготавливаем, строим и продаем. Ну и вопрос, который любой из вас хотел бы задать. Если ты продаешь и всем предлагаешь, и рекламируешь дома из клееного бруса, зачем же тогда ты сам стал строить дом из пеноблока? Математика. Куб клееного бруса стоит 32-38 тысяч рублей. Кубический метр пеноблока стоит 3600. То есть в 10 раз дороже. Когда я начинал строить свой дом, у меня таких денег, конечно же, не было, да их и сейчас нет. Потому что один квадратный метр дома из клееного бруса производства материала кедр, это я имею в виду по полу, будет стоить где-то в районе 42-45 тысяч за один квадрат. То есть дом 100 квадратов со сборкой будет стоить 4,5 миллиона это минималка. Это будут стены какие-нибудь 160 или 200, внутренние перегородки точно 160, а может быть даже каркаска. Вот это будет где-то такая цена. При том, что собрать коробку из пеноблока обойдется с крышей, со всеми делами раза в 4-5 дешевле. Я не говорю, что клееный брус это плохо, я не говорю, что пеноблок это плохо. Решать каждому самому для себя. Но, конечно, если бы были у меня деньги, я бы, наверное, реализовал бы такой проект, потому что в таких домах, ну, классно, на самом деле, и запах, и... Почему я построил баню родителям из кедра, я просто побывал в кедровом доме. Это, ну, ни с чем не сравнить, это круто. Сейчас я покажу вам еще пару объектов в городе и поедем на стройку работать. Мы с вами на очередном объекте. Я не буду туда подходить, чтобы не тревожить жителей, но они предупреждены, поэтому сейчас полетаем вокруг. Вот самое расстояние для того, чтобы снимать безопасно и без проблем. Наверное, я должен сказать несколько слов о этом архитектурном стиле. Чем же отличается шале от остальных? Кровля в таких домах обычно располагается под большим углом, чтобы любые осадки, снег, дождь, град скатывались с нее самостоятельно. Дополнительная характерная черта крыши такой архитектуры – это массивность. И то, что она часто выступает за пределы коробки здания на метр, полтора и более. Это позволяет защитить от осадков не только стены дома, но и небольшую часть земли вокруг него. Чаще всего в подобных домах устанавливают большие или панорамные окна. Это сделано для того, чтобы само здание будто бы сливалось с окружающим пейзажем. А в комнатах было большое количество естественного освещения. Оно позволяет создать атмосферу уюта, тепла и спокойствия. В стиле шале нет места вычурным орнаментам, позолоченному декору, ярким оттенкам, которые присущи классике или современным стилям интерьера. Одна из основных идей стиля – практически полное единение с природой, поэтому в таких домиках приветствуется простая, но уютная обстановка. Постепенно стиль шале распространился по миру. Особенно он стал популярным в 70-х годах прошлого столетия, тогда на территории СССР начали появляться первые постройки, похожие на пастушки домики. Сегодня архитектурный стиль шале считается одной из разновидностей стиля интерьера кантри. Обязательно с собой забираем аэродром. Не бросайте мусор, где попало. Два, 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 два момента, которые сегодня заметил. Первое – это то, что нельзя летать в зоне действия пчел, потому что пчелы реально реагируют на коптер как-то своеобразно. Это первое. И второе – это то, что каждый раз взлетая, проверь, нажал ли ты съемку. Я сейчас облетел объект несколько раз и забыл нажать съемку. Пришлось второй раз повторять. Сейчас уже на выезде из поселка, тоже из клееного бруса сооружения, позвонил нашим знакомый дом. Это, оказывается, мои одноклассницы, баню, которую мы строили два года назад. Сейчас мы тоже ее пролетим. Она из высокого бруса, 270-я. Толщина у нее 240, по-моему, насколько я помню. Но она такая прикольная. Сначала хотели делать ее в 185-м брусе, а она казалась такая небольшая. А когда сделали в 270-м, блин, она просто стала такая, ну, богато, богато смотреться. Расположимся, значит, вот в такой локации. Достаем аэродром, убираем все деревья возле нашего самолета. Теперь мне нужно поставить телефон в пульт. Все, в принципе, стандартно. Слушайте, ну сегодня я пчел, конечно, нарубил, дай боже. 59% батарейки, можно лететь. Все, взлет разрешен. Все, включаем съемочку. И я полетел. Интересует только баня. Все остальное нас не интересует. Так, 37%. Все, пора возвращаться. Там еще и ветер наверху. С 30% вот как раз начинается та проблема, о которой я говорил. То есть коптер просто взлетает в небо, начинает процесс возврата домой, и мы его теряем. Так, 35%. И, по-моему, опять пчелы. 33%. На спортивном режиме, причем. Я не знаю точно, но мне кажется, вот это происходит со стройками. Когда ты хочешь что-то большое, но у тебя нет на это денег. Потому что видно, что стройка заброшена. Ну, трава не кошена. Видно, что сюда особо никто не ездит. И вот это очень печально, когда вот такое происходит. То есть планы были, мысли. Хватило собрать коробку. Может быть, большие размеры, может быть, человек не ориентировался, сколько это будет в конечном итоге стоить. Тысячный раз хочу сказать о том, что если у вас нет хотя бы процентов 70 на строительство дома, то вы будете обречены либо строить, как я, если у вас огромный энтузиазм и большое желание это делать. Либо это будет просто очередная коробка в нашей стране. В нашей большой, красивой стране. И таких коробок, поверьте мне, я вижу просто кучу. Все, коптер я отрубил. Сейчас надо будет зарядить его, пока мы едем до объекта. Это уже какой сегодня? Шестой объект, наверное. Не переключайтесь, потому что в конце вы увидите самый топовый дом, который вот я оставил напоследок. Смотрите. Конечно же, про топчик это юмор. Дело еще море, и до элитной недвижимости мы пока растем. В итоге этого выпуска я хочу поделиться с вами секретами. Рассказать, как сделать аэросъемку объекта впечатляющей, даже если вы только сегодня взяли в руки пульт. Очень здорово смотрится движение приближения к объекту в начале видео. Далее можно сделать красивый круговой облет отдельного элемента или объекта целиком. Движение вверх с опусканием или поднятием головы тоже смотрится очень здорово. Не забывайте про правила третей. Для этого в настройках коптера даже можно включить вспомогающую сетку на экране. Полет с направленной камерой строго вертикально тоже создаст определенный шарм вашему видео. Как вы уже могли заметить, съемки ранним утром и на закате это самый лучший вариант, так как в это время свет очень мягкий и приятный взгляду. В этом выпуске я постарался изложить вам максимально коротко свой небольшой опыт пилота. Надеюсь, этот видос будет кому-то из вас полезен. До скорых встреч, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok